Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Сегодня у нас достаточно насыщенный день. Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем. Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны. Делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить энергоснабжение. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях послероссийских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений. Киев и область, Львовская, Винницкая области, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумская и Днепропетровская области. Там ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы улучшить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей и больше электричества. Следующая неделя будет важной с этой точки зрения. Саммит G7, конференция во Франции по восстановлению и устойчивости Украины зимой, мероприятие на уровне Европейского Союза. Готовимся к участию, ожидаем важных результатов. Говорил сегодня с президентом Макроном. Это был довольно длительный разговор, более часа и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия. Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира. Президент Макрон ее поддерживает и это для нас очень важно. Сегодня же говорил с президентом Турции Эрдоганом. Как обычно, очень конкретный разговор и о том, что важно не только для Украины и Турции, но и имеет действительно глобальное значение. Обсудили возможности расширения нашего черноморского экспортного коридора. Поблагодарил за поддержку нашей гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – зерно из Украины. Договорились о некоторых важных общих шагах на ближайшее время. Сегодня, чуть позже, запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Байденом. Подробности и результаты после разговора. И еще одно. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкции введены против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество. Спасибо всем, кто защищает наше государство. Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину. Вечная память всем, чьи жизни забрали российские террористы. Слава Украине!